Хендрик Янс Тербюген Хендрик Янс Тербюген является наиболее выдающимся представителем утрехской группы караваджистов. Он получил образование в мастерской Блимарта. С 1604 по 1616 годы художник жил в Италии, где познакомился с творчеством Микеланджело да Караваджо, оказавшим на него серьезное влияние. Он заимствовал у этого великого живописца не только метод работы над картиной без подготовительных рисунков, но и элементы стиля, сильные светотеневые контрасты, передачу искусственного освещения. Тербюген писал преимущественно музыкальные концерты, религиозные полотна и жанровые сценки. На холсте освобождения святого Петра изображен сюжет из деяния святых апостолов. Царь Ирод, желая угодить иудеям, преследовал принадлежащих к церкви в дни праздника опресноков. Он задержал Петра, посадил в темницу и показал четырем четверицам воинов стеречь его, намериваясь после Пасхи вывести его к народу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражу у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Освободив узника, ангел выявил его из тюрьмы. Живописец представил апостолов в центре композиции. В изумлении он смотрит вверх, пораженный происходящим. Перед ним, в левой части картины, спят одетые в латы молодые охранники. За спиной Петра находится ангел, призывающий его встать и последовать за ним. Создавая образ посланника Бога, Тербюгин намеренно изображает не эфемерное существо, а полнокровного человека под стать другим персонажам. Даже его крылья не разрушают этой иллюзии. Мастер не имел собственной художественной школы, но оказал значительное влияние на творчество многих современников. Например, Жоржа де Латруа, Яна Вермера и Леонарда Брамера. Вот такое описание к работе Хендрикс Ян Тербюгин. Работа называется «Освобождение святого Петра. Холост масла». Описание по книге «Великие музеи мира». Пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok